Ну что я могу сказать? Дальше поехали. Удобно. Каждый раз третий ход SparkMag, третий ход SparkMag. Ну и ладно. Сейчас мы, наверное, найдем героя с Орукла до атаки. И будем жарить. Дальше. 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 Спасибо, что сделаю это дроу. Теперь они подроют эту земельку. Как удобно. Идем в форест. Дальше. Здесь все просто. Есть ли у нас венживайн? Я забыла. Отсадили мы его или нет. Если венживайн есть, то то Сигид Ораку эволюционирует. венжевали и убили. Ну, вот как-то так. Так, мы возвращаемся, у нас третий раунд. Оппонент в дисконнекте. Пока поставлю на паузу, когда он вернется, мы продолжим. И так случилось, что оппонент под ником MagicSucks так и не появился, поэтому нам присуждают техническую победу. Жаль чувака. Конечно, такое вообще часто бывает, когда сидишь, ну, не то, что часто, но случается, когда сидишь между турами, там, чатишься где-нибудь в Васечке, постишь луки в Twitter и так далее. Периодически поглядываешь, закончился ли тур, и вроде как там еще народ играет, в какой-то момент тебя дисконнектит. работает, но клиент, он не в курсе, что тебя подисконнектило и продолжает работать, отображать уже статическую картинку, и ты как бы не в курсе то, что вот уже тур закончился и что нужно играть, там, перезапустить ему клиент. вот, так оно и бывает. Ну, в общем, обидно, конечно, село записывать, а тут мне дали бай, можно сказать, на проливу Зою. Ну, будем ждать следующего раунда, надеюсь, он будет более зрелищным. Так, у нас стартовая OneLander с двумя дорками. Эй, опасно. На второй ход мы не сможем поставить Оракула. Ходим второй, кстати. У нас оппонент, аккаунт Юджин Бэ, это либо Саша Сёмкин, либо Ильдар, ну либо Жень Баженов. Я в перерыве успела посмотреть, он играет сталью. Каким из этого мы можем сделать выводы, что там, на первый ход нам навалит болт и реплика стартовать неплохо. Что, может попробовать оставить и надеяться, что пропрет на еще одну землю. Попробуем. пеплицар sai, где нам заметит на изменение или передає пеплицарты. Попробуем. Сопробуем. Пропробуем. Продолжение следует... В земном поддере уже неплохо. Играет с нами Женя Баженов. Передаем ему привет на видео. Так. Какой план? Следующий ход может быть Сталь. Тогда он не активирует Блин Холка. А с Кирджа мы болтом все равно убьем. Даже со Сталью. Поэтому сейчас... Мы ставим Оракула. Хотя, стоп. Можно поставить Луноварца. И сидеть на болте все-таки. Чтобы убить Хавка. Который будет оживлен. Если оживлен. Ммм... Да, наверное. Так лучше. Тогда мы сможем... Потом реплику поставить. Точно. Хотя мы и так и поставим точно с докладой. Ммм... Порой героям в первое время вряд ли захочется. Если хочется быстрее законтролировать игру. Порысить сложно тут. В Крамер на следующий ход героям точно не ставим. А так... Надо все-таки Луноварца ставить. Угу. Иду и сейчас прибьем. Можно было его копить на... Этого... Чайник. Ну, как он, на самовар. Который каунтер-ква... Забыл, как он называется. Но если бы он был, он бы его уже поставил, скорее всего. Не стыдно. А так... Ждать чего-то непонятного. Так... Ну, теперь что? Теперь, очевидно, Сигей доставим. Все-таки. Венжвайн. Венжвайн нам поможет быстрее пороть. Ну, в принципе, годная опция. Ну, не птицу же брать. Эээ... Ну, и пусть ходит. Да, кстати, на герои-то у нас пока нет второй красной маны. Не, не знаю, очки. Вот и птица, к которой мы убрали орку. Так, ну что, какой план? План, видимо, воткнуть венжвайна и птицу. Можно, в принципе, воткнуть реплику и типа сидеть на этом самом... На дизенчанте. Но тогда он сможет диспатчем прямую реплику до того, как поставит сталь. Что неприятно. Значит, мы ставим венжвайна, порин вместе с сигейтом и потом птицу. Вот так вот. Вопрос в фильме поры есть. Возможно, лучше поставить ороку еще одного. Тянь, попробуем. Да, на следующий ход вместе с венжвайном всеми дурками пойдем жарить. Так, можно, в принципе, оставить сигейта, чтобы блокать мыры, если там сталь выплазит. С другой стороны, на следующий ход, если мы ставим героя, то мы сможем пройти на раз, два, три, четыре, пять, плюс пять, десять, плюс еще один одиннадцать, плюс четыре, на пятнадцать. Сейчас у него двадцать одиннадцать, он останется, в любом случае, как минимум, в хите. То есть ороку не обязательно жарахать. И пошли просто венжвайном. С другой стороны, захочу ли я ороку сдавать? Да, наверное. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!